Друзья, всем привет! Мы находимся на канале Прапа Гараж. Давно не было видео, вообще каких-нибудь видео обзоров, заездов или технической части моей машины. Очень занят, очень много работы, ну и плюс еще и пополнение в семье. И вообще, жизнь кипит, жизнь бурлит. Это мое хобби, поэтому я это не делаю каждый день. Помимо этого, есть работы, семья, авто, как вы знаете, за которыми нужен уход. Ну так вот, сегодняшний видос будет рассказ о том, как я купил еще одну М5 Е39. Напишите в комментариях, если вам нравится вот эта обстановка у меня дома, где я вам буду, может быть, что-то рассказывать, что-нибудь показывать, какие-нибудь детали, запчасти. Потому что в основном я снимаю либо в подвале, в своем офисе, либо на улице. Примерно месяца два назад пишет мне человек на инстаграме, не знаешь, никому М5 не нужна М5 Е39. Думаю, ну, знаю некоторых людей, которые были бы готовы ее купить под разбор, так как это является у нас все реже и реже машина. Начали общаться туда-сюда. Он мне назвал цену, я сразу подумал, ведь что-то тут не так. Так, цена очень заманчивая. Начали общаться дальше. Узнали, что на машине были заменены вкладыши, цепи. Это было сделано где-то 15 тысяч миль назад. Потом, главная проблема является, почему он продает эту машину. Он за нее должен 11 600 в банк. То есть она еще находится в кредите. И он устал ее делать, так как человек сам ничего не делает почти. Ему делает его механика, а этого в мире очень дорого. И мы начали с ним общаться. Туда-сюда я говорю, наверное, куплю я ее. Подумав, подумав, все-таки решил ее купить. В процессе того, когда я ему сказал, я, наверное, у тебя ее куплю. Еще проходит 2-3 недели. До конца нашей сделки по инстаграму общаемся. Договорились на одну сумму. Он говорит, короче, слышишь, тут такая тема. Эту машину, в общем-то, немножко ударили. Я думаю, ну как так-то? Интересно. Думаю, ну ладно, я все равно у тебя ее куплю. Но уже на 500 долларов меньше. Он говорит, типа, без проблем, базара нет. Все четко. Потерялся человек, кто ее ударил. Но через пару дней он нашелся. Человек продает М-ку, за которую он должен деньги. Ему она уже безразлична. Как вы думаете, почему эту машину кто-то ударил, уехал с места происшествия, хотя она стояла на парковке. А потом этот человек нашелся. Позже я узнаю, что за этот удар ему выплатили 2-300. Подумайте, почему эту машину кто-то ударил, уехал, скрылся, а потом нашелся. И ему выплатили за это деньги. Ну так вот, настает четверг, я приезжаю с командировки. И мы едем с дядей Вовой в поездку за этой машиной. Погнали смотреть сюжет, это будет интересно. И приключений там немного хватило. Так что потом мы, в общем-то, едем. В то время проехали, приезжаем на место. Загружаем машину. Сначала делаем беглый обзор, осмотр, загружаем машину. Едем сначала в банк. Я даю свою сумму, он дает свою. У нас получается 11600. Берем этот чек, едем в другой банк. После того, отдаем чек в банк. Нам выносят ПТС тайну. Расписываем все оба. Машина у нас уже на прицепе. И мы едем домой. Ну нет. Человек, который вез мне эту машину, дядь Вова, он все-таки купил еще одну машину за пару дней до этой нашей поездки в Чикаго. Я нахожусь в одной стороне Америки. В этот город, вы это не знаете, все равно. Но до того места, где это М5 было, ехать было 10 часов. Но Чикаго мы бы проезжали на обратном пути, чуть поднявшись на север и обратно. Съехали бы. До Чикаго 3 часа. Вроде бы нормально все. До закрытия акциона там 4 часа. Но нет, мы попадаем в пробку и за место 3 часов мы едем 7 часов. Это было жарко. Все нервы на пределе. Приезжаем за 15 минут до закрытия акциона. Дядя Вова забирает свою Хонду. Я на этой Хонде еду обратно в Линкарь, в мой город. Привозим Л-ку. Ставим уставшие. И все-таки я получаю удовлетворение. Потому что тогда, когда я увидел эту машину, она действительно была в неплохом состоянии. Но там были некоторые косяки, про которые я не думал. А вот какие косяки мы уже увидим в следующем видео. А следующее видео будет видеообзор детальный этой машины. Что, зачем, почему, плюсы, минусы. Что мы будем с этой машиной делать? Восстанавливать перекуп? Или оставлять и конкретно восстанавливать? Делать все косяки? Приводить ее прямо в нольцевое состояние? Или разбирать на запчасти? Поехали. Так, ну вот, дамы и господа, наша карета. На которой мы с вами поедем. Дизельный аппарат. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, ну вот, мы уже еще 3 часа протянули. На нашем ядерном таком пикапе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тут все отдыхают, спят, кто спит, кто кайфует. Нам еще ехать часов 7. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, дамы и господа, мы находимся на месте. Сейчас мы увидим наш аппарат. М5Е39, прицеп строчком у нас сзади. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok 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 на месте все огонь посмотри какой зрелище короче чтобы понимали мы уже часа два тут стоим линия просто там наверно километров 10 5 стоит иди от кого-то очень большая линия часа уже два стоим никуда не двигаемся все 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 3 часа мы ехали 6 часов Ну вот сейчас Поедем еще 7 часов поспим И утром будем уже в городе Ну что дамы и господа Время на дворе 8.48 Мы выдвинемся из Чикаго BMW M5 спереди Я еду на этой Хонде Это того человека, который везет мне машину Он тоже купил машину пару дней Мы почти по пути заехали, забрали И едем мы обратно Главная цель Цель у нас есть, она приобретена Она едет спереди А уже Может быть в следующем виносе Я вам покажу, что это за тачка И какие у меня планы с ней Короче, продолжаем ехать Всем удачи 5.20 с лишним утра Короче, проехали мы какое-то время Выехали с акционов, все дела Часа 4 проехали Остановились, поспали Часа 3 Ну и вот я еду Продолжаю ехать Думаю, часа еще Два с половиной И будем дома Ну вот одна БМВ А вот вторая Наконец-то они встретились Всем спасибо за просмотр Увидимся в следующем видео Субтитры сделал DimaTorzok